Здравствуйте! Обида, она ведь не присуща изначально человеку, а появляется в возрасте около 5 лет. До этого бывает страх или гнев, но не обида. Почему это происходит и почему именно в этом возрасте? Обида действительно не является каким-то таким базовым или настоящим чувством обиди. Надо научить. В принципе, кто учит мама, папа, как обычно в нашей модели. Почему происходит? Именно потому, что научили. Это традиции в семье. Они перенимаются. Ребенок не критичен к тому, что происходит. Он же не может оценить, правильно мама поступает или папа, или неправильно. Он просто копирует. То есть они друг на друга обижаются или на каких-то других членов семьи? Они показывают, что так можно поступать, и не просто можно это правильно. Причем, смотрите, как звучит обиды. Бывают справедливые, бывают несправедливые. Этот бред, он поддерживается народом. А на самом деле не так? Ну, обида вообще изначальный идиотизм, с моей точки зрения. Хорошо, давайте разберемся. Итак, с детьми достаточно просто. Надул губу, получил свое, отпустил и пошел дальше. С детьми сложнее, они носят обиду в себе. Во-первых, чем опасно это чувство обиды? Смотрите, когда вы на кого-то обижаетесь, первая мысль, которая у вас возникает, не знаю, насколько даете себе в этом отчет, но первая эмоция, которая возникает, убил бы. Но мы же все белые, пушистые, как-то редко кого-то убиваем все-таки, да? Поэтому мы эту эмоцию прячем. В принципе, от себя тоже. Ну, прячем куда? Мы ее направляем в себя. То есть, в принципе, мы медленно убиваем себя. Я понимаю, что, конечно, мы не торопимся, но тем не менее. То есть, это очень вредно на каком-то физиологическом? Конечно, конечно. Мы можем сейчас проследить цепочку. Я думаю, не очень интересно зрителям будет, да? Но в целом-то это приводит к тому, что возникают различные заболевания. Хронические заболевания, естественно. И вроде бы они напрямую-то не связаны. Потому что не отследить на конкретном человеке причина-следственная связь. Но сказать, что это не так, в общем-то сложно. На самом деле, скорее всего, это приводит к разным заболеваниям. То есть, каждый раз обижаясь, мы накапливаем в себе болезни? Скорее, да. Ну, да, пусть будет так. Мы их накапливаем, мы ведем себя к ним, напряжение поддерживаем. А это приведет к болезням. Ну, а почему человек это делает, если это не нужно, если это лишнее? Ну, во-первых, это почему... Знаете как? Опять же, в семейном училии есть определенный сценарий жизни. Мы привыкаем так жить, мы копируем родителей. И вот любые чувства, то, что называется рэкетными чувствами, в психологии есть такой термин, по контрасту с истинными чувствами, да? Так вот, рэкетные чувства мы создаем себе для того, чтобы поддерживать постоянство своей жизни. Ведь все же хорошо, смотрите, я знаю, кто сволочь в моей жизни, да? Я знаю, что на него бежаю, я знаю, что обиды справедливы. У меня есть друзья, которые мне скажут, да, молодец. Есть враги, которые поддерживают того врага. Смотрите, как все хорошо разложилось. Но нам какой-то инстинкт самосохранения не должен подсказать, что мы должны отпустить обиду и, в принципе, не обижаться. А ведь здесь не прослеживается прямой связи. То есть ты сегодня обиделся, еще и справедливо обиделся, да? И ведь здесь ты не понимаешь, что ты себя убиваешь. Это же он, гад, все же логично, или она? Но существует две категории людей, в принципе. А люди, которые обижают, которые обижаются. Я бы так не говорил. Вы знаете, скорее это игра виноватый и обиженный. Смотрите, здесь это не две категории людей, это игре, это одна игра. Две роли в одной игре. Причем игра расписывается как шахматная партия, любой скандал в семье. Уже знаешь следующий шаг. В принципе, можно сказать, вот опять все так же сложилось, да? Так вот, в семье воспитывают играть в эту игру. И вот как раз участники игры могут легко поменять роль. То есть я могу быть обиженным сегодня, завтра виноватым. Или вот в эту секунду я обижен, в эту виноват. Причем оба будут успевать, наверное, доказывать, кто из них виноват. Или кто более прав. То есть это роли, которые мы выбираем сами? Да, но автоматически. Владимир, у нас телефонный звонок. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте, слышно меня, да? Алло. Алло. Алло, я в эфире, да? Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вопрос следующий. Даже, может быть, да, наверное, вопрос. Вот есть точка зрения, я слышал от своего знакомого, что обидеть человека нельзя. То есть человек сам решает в той или иной ситуации обижаться ему на данное действие. Или нет, тем более, что одни и те же слова, даже одни и те же действия, выполненные в разных условиях, в разной ситуации, могут по-разному восприниматься человеком. Вот, может быть, все-таки человека нельзя обидеть? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, что же мы ответим? Конечно, смотрите, обидеть как причинно-следственная связь, вот, то есть вот я это сделал, конечно, нельзя. Когда разговор заходит, допустим, в группе, когда я работаю со студентами или с группой пациентов, клиентов, разговоры часто заходят в обиде. И мне говорят, ну как же, меня там обидели или как-то еще. Я говорю, хорошо, я делаю паузу и делаю что-то такое в группе по типу того, что, ну, вы знаете, вот, в общем-то, вам ничего объяснять не буду, потому что собрались одни идиоты. В принципе, бесполезно с вами разговаривать. Обидно. Обидно. Чего я добиваюсь? Играю плохо, честно скажу. Ну, если у меня это получается, то где-то в течение минут пяти я слышу, а, как вы могли, вообще, что вы сейчас строите, что такое. Это очень выгодно, потому что я, опять же, делаю минутную паузу, говорю, ребята, теперь, пожалуйста, поднимите руку, кто обиделся. Ну, где-то прям половина поднимает руки, например. Хорошо, это не все. Поднимите, пожалуйста, руки, ну, вернее, не то, что поднимите, что другое, какую реакцию я еще вызвал. Говорят, ну, вот, вообще интересно стало. Как это прикольно, что будет дальше. Хорошо, кому интересно стало, поднимите руку, пожалуйста. Ну, там процентов 30 поднимают руку. Хорошо, опять не все, а еще остались люди. А остальным-то чего? Говорят, да вообще все равно что-то там сказал. И если мы возьмем логику, что обидел я, то есть я это сделал, если это сделал я, я отвечаю за конечный результат, логично. Да. Что же я не всех обидел-то? А сколько процентов остается тех, кого? Ну, примерно половина, не важно сколько, даже пусть один остался человек. Если обидел я, то я это сделал, и это распространяется на всех одинаково жестко. Я не понимаю, это да, причем тут логика, да? Да, причем я, пусть, мы не будем брать, что я там, чего я хотел, мои намерения сейчас в роли не играют. Я хотел обидеть, допустим, специально в данном случае я провоцировал. Да. Если я обидел, тогда это должно действовать на всех однозначно. То есть они сделали свой выбор сами? Конечно, я переведу, да, на самом деле я не столько обиделся, сколько предложил обидеться. И половина сказала, да, с удовольствием. Ну, в принципе, да, конечно, на автомате я понимаю, что они специально, не хотели, это сейчас другой разговор, да. И половина обиделась, половина решила, в общем, это интересно, то, что сейчас происходит, решили заинтересоваться этим процессом. Это манипуляция, но манипуляция, это ведь не значит, что люди должны однозначно на нее вестись. Это провокация, да, вы решаете обижаться, не обижаться, решаем на автомате, конечно. А как отличить провокацию, допустим, от конструктивной критики? Здесь, вы знаете, вопрос, наверное, в том, как раз по контрасту с обидой. То есть если что-то мне говорят, например, возьму свой пример, да, обидеться-то мне точно не получится уже сейчас. Возникает вопрос, ты мне зачем это говоришь? Причем, зачем не вспоминать, зачем ты мне говоришь, да? А действительно, то есть что сейчас происходит, что мы с этим должны сделать, или вот что-то ожидаешь. То есть, понимаете, как бы вопрос о процессе. Первый вопрос, который мы должны себе задать, зачем нам это говорят, зачем мы получаем эту информацию? Ну, у меня так возникает автоматически, да? То есть вот ты мне сейчас там дураком назвал, ну хорошо, а и чего? То есть что-то хочешь, что-то ждешь, или как-то еще, да? И в ситуации манипуляции человек-то ждет, что я обиделся. Обиды, естественно, не возникает, у него самого незадача при этом, да, естественно. И мы начинаем как-то разговаривать конструктивно, если в принципе он готов разговаривать. Вот, ну, кто не готов, там, естественно, он продолжает обижаться, но что сделаешь? Почему бывают люди очень обидчивые? Ведь, наверное, у каждого в окружении есть человек, которому даже страшно что-либо сказать, потому что он обязательно примет это на свой счет, так или иначе обидится. Это люди с какими-то комплексами, это результат воспитания неправильного. Почему бывает? Ну вот это все, что вы сказали, как раз, это одно и то же. То есть это как раз комплексы. Если быть точным, это то, что вот в народе, это не совсем точно, но в народе так называют комплекс неполноценностей. То есть, по сути, низкая самооценка. То есть это люди всегда с низкой самооценкой? Да, это воспитание. То есть, естественно, низкая самооценка – это результат того, что тебя так воспитали. Даже, в принципе, если они добились каких-то… Ой, это вообще не важно. Не важно. Конечно. А почему есть люди, которые все время обижают, которые стараются манипулировать умом? Здесь нет того, что все время обижают. Они точно так же и виноватыми себя чувствуют. Ну, естественно, в разных ситуациях, да, с разными людьми в разных ситуациях. Просто мы видим, что они обижают. Может быть, эту часть только видим. Но вот есть люди, которые действительно нарочито грубят, нарочито унижают, да, этих скверных, скверного характера, да, мы так называем их. Откуда рождаются вот эти вот… Это опять же привычка, это воспитание. В семье научили вот так вести себя, допустим, но не научили, по разным причинам, опять же, да, но не научили обращаться вот как-то хорошо, то есть не научили поддерживать, да. Это бывает, то есть это навык… Вот смотрите, с одной стороны отсутствует навык комплименты делать, например, да, то есть искренне, то есть ощущение, что ты фальшивишь, допустим, возникает. Очень часто ведь так. То есть человек готов сказать, ну, в душе, ну, кажется, что будет неестественно, то есть потому что не научили это делать искренне, да. И параллельно, допустим, еще ведь, может быть, научили еще и при этом обижаться, или там обижать, то есть да, не научили говорить правду, но научили подкалывать все время, да, кому-то еще это обидно бывает. Вот, и тогда, конечно, вот это будет стереотипом определенным, который людей цепляет. Может быть, надо действительно в детстве учить, с детства учить делать комплименты, нежели подкалывать? Согласен начать с себя только сначала научиться самим, не обижаться, потому что ребенка научить можно только своим примером. Ребенок, ведь мы же не воспитываем ребенка, сейчас воспитываем, сейчас спать пошли. Мы воспитываем всегда, воспитываем тем, что ребенок нас повторяет. Поэтому очень простой рецепт. Если мы хотим, чтобы ребенок был счастлив, успешный и так далее, надо быть самому таким, он скопирует. Хорошо. А как научиться не обижаться? Даже вот на такие простые подколки не все могут сразу отреагировать равнодушно. Здесь смотрите, ведь обиды — это же мысли, по сути, это не чувства. Здесь надо понимать, как чувство вины и обиды — это на самом деле никогда не чувства. Это надо различать, да, люди путают. Чувство-то возникает там в тревоге на самом деле. Оно одинаковое что при вине, что при обиде. Когда нас обижают, мы испытываем чувство тревоги. Да, то есть там тебя сначала цепляет, там больно. Это нормальное чувство. Не надо его пытаться искоренить. В основном ведь цепляют за живое, да? Конечно. Ну то есть когда там тебе больно, то есть там у тебя проблемы. Дело не в том, кто тебя обижает. У тебя там проблемы, он просто попадает в точку. И тогда, соответственно, ты заводишься и понеслось. По сути, обида — это попытка избавиться от этой внутренней боли. То есть тебе больно, и ты начинаешь с этим что-то делать. И вот здесь два компонента. Первый компонент — это чувство возникает. И повторяю, здесь пытаться, чтобы тебя не цепляло, не надо. То есть я никогда не призываю, хотя люди порой не понимают сначала, я не призываю к состоянию пенька равнодушного. Ты, конечно, будешь реагировать, и тебе будет неприятно. Но вот когда ты отреагировал, затем ты начинаешь, как мои клиенты говорят, гонять эту мысль. А как ты отреагировал? Нужно сказать в ответ что-то или промолчать? Опять же, сделать что-то, чтобы что? Чтобы легче стало. Чтобы легче стало, нужно не делать себе тяжело. Что сказать, тогда не важно. То есть, смотрите, да, меня цепануло, да, я отреагировал эмоционально, то есть мне как-то больно, да? Дальше я пошел гонять. Вот ведь ты сволочь, там ты меня... Все время носим с собой. Вот это зачем? Ведь тем самым я делаю себе больно. Толку с этого никакого. Как говорила моя бабушка, одна бабка на Москву, три года дулась в Москву, а то не знала. То есть это ничего не меняет в реальной жизни, да? Ты эту мысль с собой носишь, тебе-то этой мысли тяжело. Никакого, совершенно никакого выхода нет. Ну, не выхода, как практически сухого остатка, как говорили знакомые, да? Его не существует. Зачем это делать? Оно не то, что нелогично, оно бессмысленно. И что же делать дальше? Чтобы что? Чтобы не внести это все. Здесь, смотрите, повторю, да, первая часть, когда тебя цепляет, это нормально. Неприятно, но это естественно для человека. Вторая часть, когда я гоняю, вот первый шаг. Можно в это хотя бы не верить. Вот смотрите, здесь бы я разделил людей на две категории. Условно, такой классификации нет, ее можем сейчас создать, да? Одни люди, которые действительно считают, что обида — это что-то уже мешающее жить. И тогда с ней можно работать. Здесь есть когнитивная психотерапия, когда мы спокойно человека обучаем работать со своими мыслями. Другая часть людей, которые искренне верят, что обида — это нечто справедливое и так далее. Вот это глупости, я не хочу их даже пытаться переучивать. Пока их устраивает так жить, пусть живут так. Вы знаете, в глубине души, наверное, каждому присуще это чувство. Потому что обидеться ведь на судьбу, да, на вселенскую несправедливость может каждый. И в глубине души мы считаем, что вот эти страдания, да, они как-то будут услышаны там вселенной, да? Чем старательнее мы страдаем, тем быстрее поступит какое-то вознаграждение. Ведь, наверное, у человека где-то это на подсознании есть. Ну, я-то концепции вообще не поддерживаю. Потому что здесь, понимаете, получается страдание ради страдания. Так это садомазохизм. Хотя умом-то мы все понимаем прекрасно, да, что никакие обиды нам не помогут в жизни. Конечно, нет. Обиды помогут контренировать привычку обижаться. Это всегда происходит вместо того, чтобы что-то сделать. Пока я обижаюсь, я, по сути, еще и эгоист. Я на окружающих не замечаю этот момент. Мне некогда, я что-то занят. Когда виноват, то же самое, такой же эгоист, разницы нет. Это мы думаем, что мы о другом человеке, заботимся, что-то совесть, чувство вины. Нет, это чисто эгоизм. Мне плевать на других в этот момент, когда я виноват. Это если по-честному. Там лицемерием-то заниматься не надо. Поэтому первый момент. Понять бессмысленность этого дела. Понятно, что когда я пойму бессмысленность, у меня эти мысли не перестанут приходить. Не перестанут? Конечно, нет. Это только первый шаг. Но по меньшей мере я уже не буду упорствовать в правильность этих мыслей. Я не буду их поддерживать. А вот следующий шаг, мы уже будем заниматься тем, чтобы эти мысли не развивать дальше. То есть там уже пошли техники определенные. Сложно очень в двух словах рассказать. Они не сложные, но... Ну хотя бы что-то, хотя бы примерно. Ну примерно все очень просто. То есть мысли можно не продолжать. Мысли — это то, что делаем мы. Как отвлечься от них? Отвлечься — это тупиковый путь. То есть их надо блокировать? Блокировать тоже путь тупиковый. А что же ты так себе делаешь? Смотрите, простую вещь. Когда вы начинаете от мысли отвлекаться, вы ставите цель — отвлечься. Да? Когда вы ставите цель, вы будете, как любой здоровый человек, проверять, я отвлекся или нет. Так. Чтобы проверить, вы должны будете к той мысли вернуться и с ней сравнить. Все, мы приехали. Это замкнутый круг. Отвлекаться необходимости нет. Мысли все равно в голову какие-то другие приходят. Это нормально. Раз это все равно приходит, то можно об этом не заботиться. То есть пусть приходит. Меня обидели, меня обидели. Приходит. А можно подумать, у вас есть выбор, чтобы они не приходили. Конечно, пусть приходит. Это не в вашей власти, потому что, да? Просто вы можете для себя решить каждую пришедшую мысль. Или продолжать дальше, или не продолжать. То есть это мы уже решаем. А кто же за нас? А как мы должны напрячься и подумать? Я ее не продолжаю. А здесь не нужно напрягаться. Чтобы что-то не делать, не нужно ни напрягаться, ни уметь. Нужно подумать о чем-то другом. Если вы будете постараться думать о чем-то другом, вы будете понимать, я отвлеклась или нет. И вы возвращаетесь к той мысли. Понимаете, это замкнутый круг. Я говорю в двух словах сложновато, потому что, когда мы работаем с клиентами, на один способ, на одну базовую мысль, не только об обиде. Например, мы тратим где-то около часа, потому что эти нюансы, мелкие ошибки, мы их разбираем. Здесь отдельная тема, она очень специфичная, когда мы работаем с языком. Потому что язык — это то, чем мы себя программируем. То есть речь. Не речь внешняя, речь внутренняя. И вот это как язык программирования, мы его можем разобрать, научить человека им пользоваться. То есть, по сути, научить пользоваться своей головой. Думать на том языке, на котором нужно. Ну, пусть будет так пока, да. То есть, по сути, научить программировать себя по-другому, чем сегодня. Это реально. Ну, тут очень много этих камней подводных. Они несложные, просто детали нужно разбирать. А часто вообще обращаются люди к вам по такой причине, из-за обиды? Конечно, часто. Часть заявляет напрямую об этом. Потому что, например, как мы в прошлый раз говорили, отношения рушатся. И обида звучит как тема. По сути, почти напрямую. То есть, ну, что мне делать? Мне плохо от того, что он там, ну, и дальше подставь нужное называется. Сделал то, или сделал то, или сделал то. Это звучит как обида. Часть людей приходит с другими вещами. Ну, например, они могут себя пугать будущим. Ну, я ведь и общо говорю, да. Ну, там, не знаю, пугать тем, что вот мы сейчас разбежимся, что-то будет плохо, да. И мы выходим на обиды как составную часть проблемы. Но так или иначе, у многих людей вот чувство обиды — это тот самый вот стержень, в котором крутятся отношения. Здесь понимаете, в чем беда-то на самом деле? Вот хотя бы важно, чтобы человек понял первую вещь. Чувство обиды, оно, по сути, привычка раз. Да, привычка воспринимать отношения через эту призму. И вот смотрите, обида работает как фильтр. Фильтр, при котором человек не присутствует. То есть человек получает ту информацию, которая уже отфильтровала. То есть, понимаете, он получает то, что уже дошло, вот сквозь это сито. И поэтому он не способен, в принципе, получить что-либо другое непредвзятое. И тогда получается, что, когда спрашиваешь, ну, слушай, ну он же тебя не обижал, он тебе докажет, что посмотри, как не обижал. То есть изначально в этих словах, которые воспринимаются как обида, допустим, ну или действиях, должно и может быть какое-то рациональное зерно, да? Конечно. Во-первых, рациональное зерно может быть. Во-вторых, человек вам будет рассказывать, он замечает, отмечает, запоминает только те вещи, когда его обижали. Если это вне предвзятое остановки пытаться выявить, он вспомнит, но он с трудом это вспоминает, он вытесняет, ведь наш мозг очень интересен. Мы фильтруем все, что не подходит под наши убеждения, всегда, любые убеждения. И все, что под убеждение подходит, мы собираем. Мозг индуктивен, да, как физики говорят. Соответственно, обида служит таким же фильтром, и мы под обиду все подгоняем. А обида, она, в принципе, она имеет свою цель разрушить, там созидания не будет. И поэтому, если мы подтверждаем обиду, то это придет к разрушению отношений, без вариантов. Или к такому долго тянущемуся войне, такой, знаете, окопной. Вы сказали, что обида — это результат эгоизма. Конечно. Результат может быть неоправданных ожиданий. Допустим, я хочу, чтобы мне муж подарил серьги на 8 марта, а он мне дарит розочку. Все, обиделась, не оправдались ожидания. Это так, действительно? Ну, например, это частный случай, но а что это больше-то? Сами подумайте. Ну, чтобы избежать, мы должны себе вложить в голову. Никто ничего никому не должен. Ну, если мы будем пытаться... Вообще, да, но если это вбивать в себя, как-то получится обратный результат, да? Давайте попробуем последовательно думать. Хорошо, там муж подарил розочку вместо Сережи. Вот такая ситуация, да? Хорошо, вместо Сережи подарил розочку, я вся там обиделась, да? Давайте коробку конфет. Да не важно, пусть будет даже. Вообще ничего не в морду пинул, грубо говоря, да? То есть, смотрите, если я последовательно, я же обиделась. Это же война. Ну, неприятно. Вот неприятно. Если я обиделась, то я гоняю, я воюю с ним в голове. Это обида, а как по-другому обижаться? В голове можно еще и в реальности. Да, если быть последовательным, ну и в реальности. Если быть последовательным, тогда, получается, надо разбегаться, все. То есть, меня он не устраивает. Если быть честным перед собой, не перед кем-то другим. Но он не устраивает именно в этом вопросе. Подождите, это же можно в следующем году исправить. Я сейчас устраиваю эту войну как о чем-то принципиально важном. То есть, это для меня принципиально важно, я воюю из-за этого. То есть, я готов идти дальше. Нужно выяснить причину, почему так произошло. Почему я себе обиду, если мы выясним причину? Потому что выяснить причину, потому что обиду. Если я обижаюсь, мне плевать на причину. Ты козел, все, иди сюда. Хорошо, как поступить в таких случаях? Чтобы что? Когда не оправдались ожидания, не оправдались надежды. Чтобы что? Чтобы не было тяжело, обидно и неприятно. Неприятно будет все равно. Опять же, но ожидания были, ты хотел, но это очень нормально для человека. Здесь скорее вопрос независимости от своих ожиданий. Чего-то я решил, что мне обязательно будет так, как я хочу всегда. Конечно, хочется, но всем нам. Это гибкость. То есть, я могу, в принципе, идти с собой на диалог. И начать... С себя. С кого же больше-то, да? И приучать себя к тому, чтобы гибко реагировать. Там ведь причин много, почему так получилось. Почему он подарил так. Очень много причин может быть. Обиды, это же я сужу об этом. А может быть, причина просто не подумал. Может быть. Мозги-то еще разные у всех. Понимаете, когда я обижаюсь, я занимаюсь тем, что я сужу человека. Я судья, да? Действительно, у меня есть все данные, чтобы судить, чтобы решение принять. Это же нереально, это же мания величия. Еще и мания величия. Конечно. Конечно. А подумайте сами, я решаю, это хорошо или плохо. Ты откуда знаешь? Хорошо или плохо, что-то сделано, да? Мы судим по последствиям. Ну, я не знаю, это я ощущаю, да? Я согласен, да. Смотрите, я ощущаю, что неприятно. Это первая шесть. Мы как раз разделяли, да? Это первый шаг. Второй шаг, я выношу решение для себя, что это плохо. Чтобы понять, хорошо или плохо, я должен оценить последствия. Последствия заложены в будущем всегда, не сегодня. То есть, я искренне считаю, что я сбегал в будущее. Я его знаю, это не мания величия. Ну, это попытка спрогнозировать. Спрогнозировать, но я не уверен. А я уверен, что он гад. Это разные ощущения совсем, разные мысли. Как поступить в такой ситуации? Чтобы что? Чтобы в следующий раз подарили сережки. Не факт, что подарят сережки. То есть, вы сейчас ставите цель, да, чтобы человека запрограммировать на поведение. Это другой человек, опять же, снова мания величия, да? То есть, я могу прорядить. Не добиться, Сережек, вообще. Нет, почему? Может быть. Но я не буду гарантировать результат. Я не могу вот на 100% этим человеком управлять. Любым человеком. Не только этим, да? Я могу манипулировать, упрашивать. Все это может быть. Ну, а хорошо, как в такой ситуации неразвитий скандал? Ну, я бы вот сбегал вперед мысленно. Это может быть привычкой. То есть, это можно потихонечку сделать привычкой, да? Я бы сбегал вперед и прикинул. Хорошо, сейчас я по скандалю, там, обижусь. Мне же потом придется мириться, отношения снова выстраивать. Вот не лень. Вот если я сбегал вперед, я получил это вот картинку будущего. Ну, предполагаемое, естественно, да? И так как мы уже знаем, что будет дальше, да? Мне может стать лень этим всем заниматься, потому что потом придется еще и вкладываться в то, чтобы это загладить. А говорить о своей обиде нужно или... Ну, как минимум, это важный шаг. То есть, хотя бы начать с этого. Хотя бы не замолчать. То есть, лучше сказать, вот ты сделал то-то, то-то, да? Или вы там сделали тот... Не обидно? Конечно. Ну, посмотрите, что происходит. Да? Вот спрашиваешь у пациентов на таком, на примитивном этапе. Вот зачем обиделись-то? Ну, чтобы он понял. Я говорю, хорошо. Чтобы он понял, вы замолчали, чтобы догадался. Вообще зашибись, логика вообще. Он так ему понятно сразу стало, да? Говорит, ему скажут, что все равно не поймет. Нет, ну, сам должен же. Да, сам, да. А логика, чтобы он понял. Ты, если хочешь, чтобы он понял, ты делаешь что-нибудь, чтобы он понял. То есть, нужно ускорить этот процесс просто? Ну, если да, если цель стоит, чтобы понял, так объясни, потому что непонятие ему не выгодно. Если это уместно, конечно, да? Да, конечно. Ну, это касается таких случаев, ну, бытовых, может быть, да? А если, ну, действительно, можно обойти эту обиду, можно с ее как-то там побороть, как правильно выразиться, да, и бороться ее нельзя, потому что побороться с ней. Я бы не продолжал обиду просто. Да, можно ее не продолжать, да, можно пойти дальше. Но ведь бывают гораздо более сложные случаи, там, кровная обида. Например, взрослый ребенок не помог своей матери, хотя мог, да, бросил в беде, друг оставил в беде. Как с этим мириться, как с этим дальше идти? Ну, здесь, смотрите, давайте разделять два момента, да. Одно дело обида, а другое дело то, что я делаю выводы в голове. Все равно оба присутствуют элементы, да? Причем, кстати, очень интересно, когда я обижаюсь, вот это вот чувство обида, оно затмевает логику, она порой важна, то есть я снова повторю ошибки, это опасно. Так вот, если друг в беде бросил, и если я понимаю, что эта ситуация четко совершенно говорит о том, что на него нельзя положиться, я в следующий раз просто не буду в нужных, в ситуациях и вот таких вот критических на него полагаться, потому что это опасно, да? Если же он обидел, ну, бывает ситуация, случайно там бросил в беде, тогда смысл обижаться снова. То есть, смотрите, и там, и там обида нечто виртуальное, не связанное с реальностью совершенно. Ну, хорошо, а если, ну, вот ребенок, да? Да, бывает же, бывает сложная ситуация, как вот матери, ну, вообще родителям с этим быть, перестать общаться. Ну, а смысл, понимаете, ведь все равно мать ребенка любить не перестанет. Даже если он предал. Ну, что такое предал-то? Ну, вот не помог. Звучит, как предал родину вообще, да? Ну, в принципе, да. Ну, что такое, он не помог по разным причинам. Я ведь не говорю, что надо оправдать, смотрите, да? Это опять разные вещи. Мы вот часто противопоставляем. То есть, если я простила, значит, оправдала. Да нет, ну, проступок остается поступком. Моя обида-то мне чего, какую пользу кому-нибудь хоть приносит. То есть, продолжать так же эти отношения, это невозможно. Может быть, нет. Отношения, буду я продолжать или нет, зависит от того, что произошло. Но не продолжать отношения только потому, что я обиделся, ну, вот это вообще никакие ворота. Не потому что обиделся, а не потому что... Ну, это обида, это как раз результат этих действий. Куда это не ведется? Это как раз, смотрите, это, по сути, если так говорить, это бред воздействия. То есть, он что-то сделал, и меня это обидело. То есть, можно простить и... Да можно не обижаться. Изначально. Ну, понимаете, ну, что такое простить? Ну, кто мы такие, чтобы прощать или не прощать? Ну, как я могу судить? Ну, для этого нужно быть очень мудрым человеком. Да, ну, коррестаньте, это довольно просто. На самом деле, потому что, ну, вот серьезно, как я могу действительно выносить решение какое-либо, если я не знаю, к чему приведут последствия? Как я вообще серьезно могу считать, обиделся или нет? Ведь действительно, мы говорили уже об этом, да, вот, хорошая вот идея вот в христианстве, которая выражается на прощеное воскресенье, когда говорят, прости, там, если что сделал, так Бог прости, то есть я не начинал там обижаться или нет. Не моя прерогатива. Скажите, пожалуйста, я бы хотела задать вопрос вашему Владимиру. Вот, насколько я поняла, то все наши обиды, они сформированы нашим восприятием, начиная с детства. И то есть наш мозг приучен к тому, чтобы обижаться. Со временем мы каким-то образом по совету вашего гостя можем приучиться, перестать обижаться. Вот, и я бы хотела узнать, может быть, он может подсказать какие-то практики, каким образом можно вот перестать так реагировать и перестать впадать в обиду. Спасибо большое. То есть сначала мы учимся, потом нам нужно этому разучиться, разучиться это делать. По сути, можно так сказать. Ну, там нельзя разучиться, скорее можно приобрести альтернативный навык, другой. И, соответственно, у тебя будет выбор, и, естественно, выберешь то, что эффективнее. Автоматически, не задумываясь. Ну, вот, понимаете, в принципе, можно, конечно, рассказать, как. Так, ну, вот это, наверное, будет сложно сделать сейчас, потому что, вот, смотрите, с клиентом в деживом диалоге, объясняя детали, это занимает примерно час. Разбирая конкретную проблему, потому что по-другому понять невозможно, в теории ничего не работает. В общих чертах. Как вот моментально, да, среагировать? Или, может быть, не моментально среагировать? Ну, какой-то процесс все уговорить. Главная ошибка, смотрите, вот это главная ошибка, которая лежит в основе всех неврозов, вообще любых. Это попытка среагировать правильно. В любой ситуации, мы сейчас не только об обидах. Среагировать правильно, там, перед выступлением публичным, еще где-то там, не знаю, там, правильное состояние, чтобы было. Вот это невроз. То есть среагируем мы так, как среагируем. Все, реагируем, как реагируем. Да, здесь не надо ничего с собой делать. Вопрос в другом. Что мы делаем во время сеансов? Оно как бы пошагово я изложу, хотя происходит одновременно. То есть первый момент, нужно научить человека четко понимать, что он в своей голове делает такого, что он обижается. Это при условии, если он готов понять первый шаг, уже тоже важно. Что он делает в голове. Да, то есть как он эту обиду создает. Это рецепт. Повторяет, повторяет. Да, например. Тут ничего сложного нет, потому что, ну, давайте предположим, что люди обучают мастерству продаж. Например, это тоже алгоритм в голове. Какая разница, алгоритм там, алгоритм здесь. Людей обучают иностранному языку. Там тоже грамматика, то есть другая стратегия языка. Не вижу разницы принципиально. Здесь то же самое. Так вот, первый шаг. Мы разбираемся, как конкретный человек эту обиду создает. Пошагово. Ага, он узнает. Да, вот я делаю вот это вот так. Хорошо. Дальше мы работаем с тем, чтобы он этого не делал. То есть, по сути, обида — это мысли. Мысли делаем мы сами всегда. И вот обиду, вернее, мысли, как и обиду, как и любую другую мысль, можно дальше не развивать. И, соответственно... Сначала мы представили, как мы это вспоминаем-вспоминаем. Да, да, да. Как создалась эта обида. Нам сказали, мы все это пропустили через себя. Да, мы находим стереотипы себя. То есть, человек узнает, ой, действительно, так делаю всегда. Ну, и больше, не то, что всегда, но чаще всего. Вспоминаю. Да, вот я вспоминаю, я начинаю гонять, вот и так далее. Мы для себя это признали, по крайней мере, да? Да, признаем мы это. Человек признает, не заставляю признавать, но разумные люди быстро признают на самом деле, да, что, в общем-то, действительно, это не работает. То есть, себе-то я вырежу, это понятно, доказывать не приходится. А я не могу в этом процессе найти в себе какие-то, действительно, минусы и исправить их? Не очень понятен вопрос, то есть, что начинают эти минусы? Ну, вот мне сказали, ты там, не знаю, делаешь что-то, то-то плохо. А, может быть, смотрите, вот я с этим меньше работаю, потому что не вижу смысла большого заниматься тем, чтобы научить. Потому что, смотрите, если мы уберем мусор из головы, вы это и так умеете делать, то, что вы сейчас сказали. То есть, здоровый человек, он, естественно, информацию возьмет, когда ему не мешает какое-то болезненное чувство. То есть, моя задача не научить тому, что и так умеет, а научить не создавать болезненных чувств. Болезненные. Да, поэтому мы разбираем, как это чувство создает эту обиду, ну, то есть, эмоции, да. И с этой мыслью мы пошагово, очень медленно и спокойно обучаем к тому, чтобы он эту мысль не продолжал. Человек получает домашнее задание. Смотрите, опять же, да, сложно сейчас объяснить. Ну, например, дайте нам какое-нибудь задание. Ну, как же я думаю, мы не разобрали. То есть, понимаете, чтобы выполнить задание, там вот эти шаги надо знать. Вот четко мы их вот обсосали, вопросы клиент позадавал, потому что ему непонятно. Вещи простые, но ему точно непонятно. Адекватному человеку непонятно сразу. Это нормально. Чувствуешь себя дураком на простых вещах, это тоже нормально. После чего получает домашнее задание, он дома делает, снова ошибается, «Слушай, что-то не работает, мы разбираем все-таки, где он себя обманул». И вот так потихоньку, пошагово клиент создает новый опыт. Опыт определяет все. То есть, есть новый опыт, был старый, ему есть из чего выбирать. Ну, смотрите, вот такие стандартные ошибки, которые приходится разбирать, но это больше времени требуется. Я пока пробегусь просто по ним, да, чтобы хоть как-то представление может сложилось. Во-первых, самая главная ошибка, люди пытаются сделать так, чтобы победы не появлялись. Как любые другие мысли, чтобы мысль не приходила, это невозможно. Ты всю жизнь гонял, сейчас перестанешь, конечно, да. Мысли будут приходить, и это нормально. Тот, кто пытается сделать, чтобы было не так, ну пусть забавляется, это процесс бесполезный. Да, мысль приходит, хорошо. Но вот в момент, когда я понял, что она пришла, не в начале. Там, где заметил, еще одна ошибка, попытка в начале поймать. Где заметил, там я мысль могу дальше ведь не развивать. То есть, я решаю, развивать ее или нет. Она же не сама там бегает у меня по голове. Понимаете, мы работаем с адекватными людьми, опять же, да. Соответственно, я мысль или продолжаю, или я мысль не продолжаю. Третьего уже нет в конкретную секунду. Это никак меня не спасает от того, что через секунду снова там даже меньше не появится. Появится. Конечно. Я ее снова не продолжаю. Она снова появится, я снова не продолжаю. Это не занудно, это даже не напрягает. И если не ждать, пока она не перестанет появляться. Если я жду, мне тяжело. Она не перестанет появляться. Так и не надо. Просто принять решение в определенный момент, продолжать или нет. Да. То есть, я понимаю, что мысль — это то, что делаю я. Некому больше. И я, понимая это, понимаю, что я могу каждую конкретную долю секунды, даже так скажем, да, или мысль додумывать дальше, тогда она будет. Или не додумывать, тогда ее не будет. Но не мысли опытом, не всю вот обиду, как вот нечто я там нашу, обиду с собой, где она у тебя, доставай. А вот каждую секунду не развивать эту мысль, тогда понимаете, что происходит. Тем самым я потихоньку у себя, во-первых, формирую привычку другую, чем была, а старую привычку не поддерживаю. Вообще, здесь, понимаете, одна из ошибок людей — это прийти к какому-то навыку. Вот я пришел, мне хочу результат. Можно подумать, ты пришел изучать английский язык, ты сразу научился. Ведь такие люди уходят, они же не довучивают. Английский, немецкий, французский, итальянский, неважно. То есть ты учишь язык и чувствуешь себя идиотом, потому что ничего не получается. Это нормально. Спустя некоторое время ты понимаешь, что что-то у тебя получается. Но главное, что мы должны запомнить, обиды не существует. Пока я ее не делаю. Пока ее не делаю. Если я ее делаю, конечно, существует. И это мое право. Конечно, конечно, абсолютно. Если я считаю, что обижают меня, вы вдумайтесь. Это на самом деле бред воздействия, если разобраться серьезно-то. Потому что я считаю, что моим состоянием управляют. Это же бред. Меня не обижают, я обижаюсь. Конечно. Меня не обижают, я унижаюсь. Мы провели небольшой эксперимент. Вышли на улицы города и просили горожан задать вопрос, который их волнует. Вам, психологу, давайте сейчас, прямо сейчас попробуем ответить на эти вопросы. Скажите, пожалуйста, у меня боясь сцены. Как не побороть этот страх? Боюсь сцены. Как с этим бороться? Смотрите, опять же, в двух словах сложно. Не потому что ответы скрывают, я понимаю, что так звучит. Понимаете, сцена ни на кого не прыгает. Да не сцены человек боится. Боится она своих представлений о том, как она провалится. О том, как будет плохо выглядеть. О том, что сейчас покраснеет. То есть каких-то своих, как я называю, фильмов ужасов о том, что будет сейчас. То есть мы выходим на мысли опять, смотрите. Мы опять зашли в будущее. Конечно. В чем разница с обидой? Можем провести параллель. То есть с обидой я гноблю себя. Словами моих клиентов буду говорить. Я гноблю себя прошлым. В боязни сцены я пугаю себя будущим. Разница только в теме. Суть та же. Я и там гоняю, я и здесь гоняю. То есть технология та же самая. Что сделать? Не заглядывать в будущее? Там не получится, все равно пугаешь себя. Но первое, не нужно от себя чего-то требовать. Вот здесь самая большая ошибка. Она ведь наверняка, девушка, она требует от себя не волноваться. Почему нельзя-то? То есть успокоиться и пусть что будет? Что значит успокоиться? Иди как идешь. Посмотрите, я занимаюсь выступлениями, это моя работа. Разными, индивидуальными, группами. В принципе, только этим и занимаюсь. И все время боюсь. Нет. Я забываю побояться. Не в этом дело. Не боюсь, не потому что я такой смелый. Смотрите, я не понимаю, и при этом я к чему веду? Я не понимаю вот эту фразу людей, надо приготовиться к выступлению. Это как? Когда говорят о состоянии, имею в виду. Конечно, я в голове держу структуру. Я могу забыть, потому что, что я хотел сказать с моим мышлением запросто. То есть я держу структуру, что-то не забыть, что-то объяснить. Все. Но вы не боитесь что-то забыть? Я, ну как тут боюсь? Я напоминаю себе просто. Если я боюсь, я бумажку возьму. То есть, ну зачем? Это невыгодно, да? А дальше я просто разговариваю с людьми о том, о чем я должен поговорить. И в процессе разговора я наблюдаю за реакцией. То есть, понимают или нет. Чтобы слова поменять, обороты, пример добавить. Ну что-то сделать. То есть нужна реакция людей, естественно. Я не знаю, что такое, при этом думать о своем состоянии. Это зачем? Ну не надо настраивать себя и заставлять не бояться. Это лишнее. Это будет вместо работы. Это будет вместо выступления. То есть я или выступаю, или боюсь того, что я буду бояться. Два варианта выбирайте, что более выгодно. Владимир, давайте послушаем следующий вопрос. Почему сейчас люди обозлились и стали очень жестокими? Глобальный достаточно вопрос. Я не думаю, что люди сейчас стали более жестокими, чем были. У нас ведь, в общем-то, такие сравнения-то мы не можем провести. Данных-то нет. Может, каждое поколение так говорит? Я думаю, что да. Каждое поколение так говорит. Скорее, что сейчас просто жестокость больше видно, во-первых. Во-вторых, больше вот этих вот орудий, которые позволяют жестокость тиражировать. То есть массово устраивать различные ужасы. Вопрос ценностей всегда. То есть что господствует как идеология. На сегодняшний день идеология — это ведь добиться денег, власти, еще чего-то. Любыми средствами. Так а если добиться, там неважно, цель-то, да, добиться чего-то, а не жить, общаясь с людьми. Это разные ценности совсем. Ну, соответственно, и в обществе произошли перемены. Ну, в общем, да, наверное, да. Можно так сказать. Но мы, видите, не можем сравнить, было ли по-другому. Более гуманно древняя Греция. Но там не было времени, протяженности времени. То есть ни одна статуя греческая, она же не имеет даты. И оттуда пошла феноменология, когда мир воспринимался вот каждый раз как нечто уникальное. Единое без сравнений. Нам даже понять сложно, понимаете. Мы привыкли бежать к цели. Разные способы думать. А как не воспринимать этот мир жестоким, как не видеть отрицательных сторон? Знаете, есть такая вот, типа анекдота, наверное, да, когда вот мужик стоит в автобусе. С утра тяжело, вот он едет на работу. Говорит, мир дерьмо, начальник сволочь, жена скотина, дети балбесы, вообще водитель автобуса дрововоз. Ангел за плечом такое странное желание придется выполнять. Ну, как-то вот так чаще всего происходит. Еще у нас есть один вопрос. Что сделать, чтобы ребенок не боялся темноты в 3-5 лет? Ну, детские страхи отдельная тема, в принципе. То есть, если это действительно пугает, не пугает, если действительно такое служит проблемой уже, может быть, стоит обратиться к детскому психологу, там своя специфика будет, да? Но надо понять, что детские страхи, вот любые детские какие-то переживания, это всегда отражение того, что в семье происходит. Любые. НРС, заикание, страхи детские. Это отражение конфликтов в семье, то есть начать на нас себя. То есть нормализовать обстановку. То есть мама или папа боятся темноты? Нет, конечно. Конечно. Атмосфера в семье тревожная, то есть скандал или еще что-то. То есть напряжение есть, ребенок воспринимает его, может не понимать, а показывает то, что понимает. Ну, страх темноты для ребенка адекватно. А это вообще для человека не естественный страх? Темноты? Да. Ну, это архаические страхи, это вот из леса, когда мы еще жили там в пещерах, да? В принципе, оттуда. Но это проходит. Вообще детские страхи, они появляются, они же уходят. Это нормально может быть. Может, не стоит бороться с такими вообще страхами, если они не приходят по этой крае? Это точно. То есть ребенок, в отличие от того, что мы сегодня говорим о выборе, то есть взрослый человек, может сам ребенок существовать более все-таки беззащитный, да? Ему-то важно, чтобы с ним рядом были. И вот здесь баланс. То есть быть рядом, помочь, поддержать, да? Показать, что с темнотой можно делать. Там можно поиграть в разные игры, да? То есть там… Ну, хотя бы одну, для примера. Ну, можно спросить, что ты видишь в темноте. Например, я вижу какой-нибудь Фредди Крюгера, раньше было модно, сейчас может что-то другое, да? И дальше вот, допустим, как мы с ребенком работали в детском доме, и мы дальше проработали, как мы там ему… Ребенок представлял, мы посоветовали, обрезали там ему эти ножницы, убирали там, и все, и страх ушел. Ну, это техника трансформации страха, делают они в этом. А от родителей еще проще. Рядом будь. Здесь надо различать, чтобы этот страх темноты не был манипуляцией со стороны ребенка. Потому что… То есть такое тоже можно делать, да? А почему нет? Ребенок привычается управлять родителями, и когда он видит, что по-другому он внимания не получает, а получает, вот, когда он болен, пусть неврозом, и тут масть пошла. Поэтому здесь, смотрите, да? Может быть, стоит замечать ребенка, поддерживать нормальных его… Ну, как его поддержишь, а он, оказывается, манипулирует. Нет, поддерживать нормальных человек днем. Ну, днем, вечером, но в другом, в другом, это будет точнее, да? То есть заниматься с ним, вместе делать. То есть, да, вот ребенок, часть твоей жизни, ему своя доля отведена. А при этом страх можно не поддерживать, и просто говорить, ну, давай мы разберемся. То есть, как бы, не тратя на это большого внимания. Тогда мы покажем, что это вот мы ценим, это не ценим. Если мы замечаем только страх, во все остальное время нам некогда. Нельзя культивировать страхи. Так, ну, конечно, нет, зачем? Не надо пытаться его смелым делать. И жалеть его тоже не надо. А там чего жалеть-то? Просто, ну, боится, это нормально. Тут не надо пытаться бороться со страхом. Может быть, лучше объяснить, как вести себя. Страх страхом, ну, давай что-то делать. Потому что борьба со страхом приводит к тому, что мы его отрицаем, а для человека нормально бояться. Владимир, спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Спасибо. Я надеюсь, все зрители получили ответы на свои вопросы. Вопросы вы можете задать нам тоже, позвонив по телефону 3639-717 или написать письмо по адресу helpsobaka.ps29.ru. Следующий выпуск мы обязательно посвятим теме, которая волнует именно вас. Мы увидимся ровно через неделю, во вторник в 20.45 на телеканале ПС и на первом сетевизоре. До встречи.